А что там сколько? А, да, видел. Вот как я заспойлировал тем, кто... ПВП. Спасибо, Кэп. А, и Абвер в эфире. Кстати, если вы ещё не узнали его потомному дыханию в микрофон. ПВП, говорю. Или зассал. Создавай. Знаешь, как Настя долго путалась, что такое ПВП. Или зассал. Так. Она сначала узнала, что такое протас против протаса. И очень долго думала, почему все предлагают сыграть протас против протаса. Особенно в Вове, да? Да, вот это особо странно. Но я ей в итоге разъяснил, она теперь вообще просвещённая. Как, не знаю, что вообще. IQ зашкаливает. Он чуть меньше... ICQ, ты хотел сказать. Что за IQ? Чуть меньше АПМа с Йоа. С Йоа. Это один из лучших тиранов Европы. Знаешь, какое у ГАСУ? Корейцев бывает за 300 АПМ. Леш, ты не можешь хвалить. Может, только троллить? Да нет. Правильно подозреваешь, правильно. Слегка преувеличил. Всё верно. Настя, правильно, не верь ему. Хвалить он так просто не может. Потому что он... Смиши хорошо феникс в контроле. Короче. Тут толдарим алтарь. Это значит, что... Ну, кто-то должен... Кто-то должен играть в 4 ВГП. Но кто-то должен, я думаю, даже оба должны. Да нет, корейцы не любят полные 4 ВГП. Они всякие дефенсные любят, там, такие мутные. Через два гейта, там, через один гейт, но с побольше бустов на рабов и второй ГАС. Всё в этом духе. Угу. Очень интересная история. С одной стороны, уже пошёл 4 ВГП. Да. С другой стороны, сталкер проверяет проксипилоны. Он не полный 4 ВГП. Там один буст лишний был на рабов. Да. И у этого тоже. У этого два, видишь, где-то было изначально. Ну, это чтобы... Да, здесь есть разница по билду небольшая. То есть ты получаешь быстрее сталкеров. И смотри, у них рабов много. Европейский пуш, это же 18 рабов или 20, да? 19 или 20. 20. А у этого уже 22? Не может быть. У джипа. Джип. 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 Или Жур. Или Юр. Джей. Игрек. Игрек. Опа! Аккуратненько, аккуратненько. Вот благодаря вот этим двум ранним гейтам получается, что противостояние трёх сталкеров на двух сталкеров Зилка. Но есть определённая проблема с тем, что там раньше под варп идёт. То есть если ты не сможешь раньше этими тремя сталкерами... Да, да, да. Сейчас. Паника. Паника. У него нету пилона. Кто-то забыл пилон. А, вот. А, у него второго газа нет. Ни у кого нет второго газа. 4 УГП. Алёша, ты чего? Что? Какой второй газ? Красному надо было второй газ ставить. Что? Какой второй газ? У него ресурсов накопилось. Накопилось у него. Пузилку варпы. У него 22 раба. У него должно быть два газа и по два раба накажем. Это лол. Это лол. Пробрею тебя 4 ВГП. С газом и со вторым. На такой-то карте. У ГП помогут. Да ладно. Титан играет. Тут два газа. Что ты мне рассказываешь? Дэффитс против 4 Гитл. Нет. Я сам так постоянно делаю. Ну что ж, тут начинается замес. Кажется, MC выглядит посерьезней. Мне кажется, нет. Ну да. Где под варп? Где под варп, я спрашиваю? У него издалека под варп. Поэтому-то не надо отвлекаться от контроля, чтобы туда варпить. Он прям на этом же экране варпит. А тому, если он экран отведет, то может там все плохо кончится. Ох, хорошо, как сбрил сталкеров. Одного, который варпился, потому что с бонусом бьешь, а второго красного одним сталкером. Хорошо. С бонусом? С бонусом вроде. Что-то я не знаю о таком. Так, ребята, ссылочку, пожалуйста. Потому что Абвера нужно будет долго убеждать в том, что есть бонус. Спасибо. Или цитату. Желательно на английском. И желательно не на своем английском. Ладно, тут продолжается контроль. И явно, что МС больше сталкеров, больше зилков. Он выигрывает. Гиги. Пвп. А все почему? Потому что сталкера лишнего в начале потерял. Да, скорее всего только из-за этого. Ну, как основная причина. Потом не хватило ему, чтобы в первый раз без таких сильных потерь отбиться. И пошло-поехало. Вау. И пошло-поехало. И вот в купюшоне и поверх надеты наушники. Это очень понтово. Но звук, мягко говоря, немного ухудшается. Точнее, его проникновение к вам в уши. А я хочу вот подкопить и купить себе какие-нибудь офигенные наушники с нормальным микрофоном. Я думаю, что тебя спасут. Знаешь что? Что? Когда ты приедешь сюда, я тебе дам звуковой USB, которая меня никогда не подводила. А при чем тут звуковая USB-то? Так у тебя же сгорают микрофоны самых разных производителей из-за... Не знаю, из-за чего. Нет. Почему? У меня же вот этот микрофон работает уже очень давно. Ха-ха-ха-ха. Я, эээ... У меня это было четыре раза в целую карьеру. Всего времени у меня был арт-атак. Ты знаешь, как... Это либо работает, либо нет. И я боюсь все время. Один раз, в самом деле, это немного смешно. В последний раз я делал это в соревнованиях, это был Эпик Шоя в MLG. Обращайся, пожалуйста. Опа, смотри-ка. Кажется, кто-то у нас тут чизер в очках. Нет, ни разу. Это не чизер. Эмси чизер? Не, не слышал. Эмси не чизер. Нет, Эмси чизер. Эмси не чизер, это джип чизер. Рассказывай. По цветам посмотри. А, они цвета перепутали. Это лоу. Я не могу ошибаться. Это лоу. Понимаешь? Никогда. А Эмси еще и без разведки, что ли, играет? О, кто-то погорел. О, если сейчас не правит... Нет, подожди. Если он не проверит прокси справа... До свидания. Давай, киберненку закажи и затерпи. Я крутой. Меня нельзя проксями убить. Сейчас мудака джут обратно. Давай, где твоя кибернетка? Сейчас гейт достроится. Это вообще худший вариант. Да, 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 самый худший. Самый худший. Гейты сверх близко. Газ уже он собирает. И вот она, кибернетка. Здравствуйте. Если он еще зелка не закажет первого сразу, то это все домой. Сейчас вот стоп будет. Нет, он газ заказывает. Все, домой. Он уже отменил газ. Так, Эмси, наверное, очень неприятно сейчас осознавать. То есть, с его вот этими темами тоже любимыми из серии сыграть решающую пятую, о которой ты говорил, против Вайтера в финале. Через два барака. Угу. Быть зачизенным. Приятного мало, конечно. Какие позиции выбирает хороший джип. Да, вот если пилон забреет, то до свидания, сталкер. Ну что, какая тут у нас тактика? Пишем ГГ, выходим? До свидания, да. Уже потери, слабо совместимые с жизнью. И пилончик он не восстанавливает. Вот уже пошел у нее пилончик. Правда, там зилты по парам подходят. Угу. Что, он отбился, что ли? Правда, у него восемь рабочих осталось. И два гита по-прежнему под боком. Ну, он сталкера отменил, то есть тот... Отменил? Да, он... Ну, у него не хватало денег. А-а-а. Соответственно, он заново будет делаться. Беда. Ну, ничего страшного. Рабочие зато покатаются пока что. Чего расстраиваются-то? Там еще форжу добавляет джип. У него уже начинается преимущество. Еще бы он рабов все это время подстраивал по чуть-чуть. А МС как-то не смешно отбивается. Представляешь, у него тактика-то другая оказывается. Да, но тут еще очень долго ему бегать придется. Рабочий так и за одним зилком. Так, прикольно. А, слушай, там зилты продолжают. Одного сталкера-то нейтрализовали, а там зил один пробок нарезает, боксирует. Ой, поймали сталкера! А это плохо. Не туда, он завернул. Canceled? А что он отменил? Wait, wait, wait. Чтобы еще зилков он отменил просто, да. А, потом. Бывает что. Ну, не расстраивайся. Все хорошо. Но рейс сидит. Все болеет за своего лучшего друга. Интересно, а почему МС сейчас не встает и не делает жестов таких вот интересных? Было бы любопытно. Совсем неадекватно, представляешь? Тебя заврили, а ты после финала начинаешь в пляс спускаешься просто. Можно еще встать и два пальца вниз. Потом так, а, да, я же проиграл. И так перевернуть, знаешь, медленно. Да. Бывает. Ну, ничего, ничего. Сейчас, может, сам зачизишь. Ну, он сам виноват. Он стопроцентно умирал. Он и не проверил, и бил такое делал. И при том еще джип, ну, так, видно, что он не практикует эти два гита, потому что он довольно, ну, согласись, он не слишком его хорошо исполнял. Он контролил хорошо, но он и рабов по чуть-чуть не добавлял на свободные ресурсы, и зилотами иногда втыкал с бустами. Это видно было по тому, сколько зилотов было. То есть, если бы там МС все-таки отбился в итоге, то по экономике не было бы того преимущества, которое должно было быть. То есть, не должно быть столько проблем в том, чтобы убить неспаленными двумя прокси. Я бы на месте джипа сейчас еще разок такую же тему сделал. Ну, это совсем обидно. Давай посмотрим, проверит ли МС на этот раз прокси. Давай. Проверяет наверху, видишь? Где-нибудь слева от экспанда я бы поставил. Он им на мейне проверяет снизу. Так, учится на ошибках. Молодец. Сейчас, видимо, он за минералами проверяет. Ну, или еще как вариант джипа вообще сыграть без разведки. Да, он так и делает. Кстати, не пошел даже после гита. То есть, он пользуется тем, что противник сам... Да, пусть разведывается. Да. А, кстати, одно место не проверил, где можно было гиты поставить. Ну, вот как будешь с МС в ПВП играть в финале. Да, я запомню. Окей. Халява. Да. Фривинт. Фривинт. Пойду комменты гляну. Наверняка, что там новый 1570-й комментарий. Последний был. И... Да, довольно много. Четыре ВГП. Там еще один танец от МС, даже целых два. Пойду посмотри. Ага, значит... Сырвинг нормал дэмэдж. Ссылку дали в комментариях на цитаты на Team Liquid. Угу. Там наносится нормальный дэмэдж. Но без деталей. Армор, не армор. Ну, сто процентов наносится. Что, ты думаешь, я не знаю, что ли? Нет. Если б ты знал, ты бы сразу это сказал. А я что сказал сразу? Нет, 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 нет. Ты засомневался. Сомнение — это отсутствие знаний. Не пытайся меня ввести. По пункту из патчей хотели добавить дополнительный урон по варпывающимся юнитам, но так и не добавили. А, вот так вот. Там 30, что ли, процентов? Если б был бонус, то проще было бы, конечно, от тех же призм отбиваться. Атака — это чит. Ну, они вообще озеркально строгий тав, начинаю. Анти-4 ВГП. Это фейковые 4 ВГП или что? Да. Чтобы рабов не заказывал особо. У самого второй газ. Ну, и там тоже второй газ. Ага, минус сталкер у джипа. Ой, правда он долго не добивал сталкера. А здесь заш... что это? Три сталкера зашло? Ух ты! Опасно. На столя его зашло-то. О, он еще раз снова не добил. Оп. Сейчас такой контроль пошел. Еще сталкеры. Ой-ой-ой. Очень хорошо контролят сталкеров. Да, прикольно. Три гита на три гита и пушит. О, отрицательный лимит. Вот это плохо. Еще сентри здесь совсем не в тему. Он... И дэмодж-то они такой серьезно наносят и толку от него мало. Да. Если бы он еще на шилд оставил, еще был бы какой-то смысл. А так он еще... Ну... Форсфилд килл, да. Форсфилд вообще тут не в тему был. Так был бы призрачный шанс дожить до шилда. Хотя он и так доживает. Но не до шилда. Подожди, а кто-то шел там в блинг сталкеров, нет? Нет. Там же сам речный совет. Ничего такого не видел. Ну, по крайней мере, этот кто-то почему-то не заказывает блинг. Угу. Роботикс у джипа. Опа, как он принял. Да, хорошо. Вот здесь Форсфилд был вполне-вполне оправдан. Я так понимаю, что в первый раз он эту же тему хотел провернуть. Да, только три сталкера зашли наверх и убили сентря. Нет, я не думаю, когда он подварпал сентрю. А второго сентря когда подвал? Он думал, сейчас погонит, типа, сталкеров и часть отрежет. MC играет в сумречный совет. А учитывая то, что он варпанул две сентри, у него могут возникнуть проблемы с газом. Но если он чисто в сталкеров будет играть, то не возникнет. Ну, то есть ему сейчас не хватит для того, чтобы постоянно варпать сталкеров и сделать еще при этом играть на блинг. Почему хватит с двух газов, с трех гитов, то нормально. У него минералов сейчас тоже не будет на все хватать. С газом у него нет проблем. Хорошо. Да, нет он. Ну я знаю, ты всегда Фениксов играешь. Неправда. Обидеть хочешь? Почему Феникс хороший юнит? Они контраробу. Ну, вообще PvP это пипец. Три стратегии, контрящие друг друга. Не прикольно. Смотри, а там Роба и даже Блинк по А, нет. То же самое. С одной и с другой стороны. Обс-блинк, Обс-блинк. Да. И четвертый гейт еще. У обоих. Что, выход на Нексус? Нет. Просто разведка пробкой. Что довольно странно, учитывая то, что у тебя АОПС уже появляется. Смотри, как он чекает прокси, пилоны своей пробкой. У джипа больше лимита. Причем и визуально видно, и по цифрам получается. Да. Потому что у него какое-то время было на прилично больше Робов. Поэтому у него получилось что? Больше. Там еще на Си покатался немножко. В итоге поднабралось чуть-чуть. Он, кажется, там убил своего сталкера через атаку. Промахнувшись. Ну, ничего страшного. Да, бывает. Так, ну, есть блинк у одного и второго. Тут отступать сложно. Гуаренщилд с обоих сторон. Зилки там танкуют. Но, опять же, чисто визуальный джип может блинковаться вперед сейчас. Прямо сейчас вперед. Прямо сейчас можно блинковаться вперед. Да, там пока зилы-то еще. Нифига об себе. Да, довольно странный момент, когда, знаешь, это в Warcraft, я помню, в третьем, когда телепорты были одновременные. Иногда были моменты, что одновременно и моментальные. Оба ушли, уходят с поля боя. Так, хоп, сражение, сражение, потом хоп, никого нет. Здесь тоже они так синхронно прямо отступили. Никто не хотел... Гвардиана нету у джипа. Да, проявлять агрессию. Да, маны нет на Гвардиан. Правда, там тоже уже нет маны. Йопс сейчас вылетит и его собьет. Собьем сложнее. Тут уже можно повоевать. О, это хороший пилон. Особенно, когда ты сидишь в дефенсе, следующих зилатов лучше сразу варпить к противнику. Потому что он... Ему возвращаться долго. Ты точно выстоишь, если будешь стоять на рампе. Вот, и два зилка приходят. А даже если два зилка убьют, там 3-4 раба, это очень уже хорошо. Правда, тут рабов уже, ну, шибко дофига, поэтому... Не столь критично, да. Не контролит сталкера. Поэтому теряет там еще зилка, и у сталкера желтый хп. И зилат успевает пробку убить. Нормально. Еще зилок. Нет, больше он не убьет. Особенно такие темы хорошо делать с какой-то другой информацией, с каким-то другим шумом. То есть, подвар пол-трех зилков, и делаешь типа фейк-выход. То есть, подходишь к рампе, там, начинаешь стрелять, постреливать. То есть, максимально привлекаешь к себе внимание. Самое удачное, если в этот момент... Он сам наламывается, да? Да, потому что он вообще тогда не реагирует. Да, согласен. Даже самый лучший игрок может не отреагировать. Действительно, выждать момент. Ой-ой-ой, сейчас ловят часть сталкеров. У джипа побольше народу. Чисто, ну да, больше. А, потому что наверху у МС часть сталкеров. Что-то он отступил зря. Думал, что там блинк есть, наверное. Здесь у всех блинк есть. Нет, я имею в виду, когда там МС блинкнулся, джип к нему подблинкнулся и отступил. Там можно было подраться вполне. Так, оппозиция-то лучше у МС сейчас. Более шире, ну, шире фронт. И тут просто решает то, что больше сталкеров со стороны МС справа. Ну, если, конечно, у них одинаковое количество сталкеров, но я сомневаюсь, кажется, у джипа больше или нет. Ну, вот фиг знает. В Варде он обоих кончился. Очень хорошо контролит. Психи. МС выигрывает. Да. Но было очень близко. Тут, конечно, уже вряд ли восстановится джип. Мэйны заканчиваются. И разница в 10 лимита. При том, что лимиты мелкие, это критично. 43-34. Что это там? Мэйны заканчиваются. Фактически армия Х2 сейчас у МС. И он идет в контратаку. Терезный пилон. Да, сейчас с рабочими будет пытаться отбиться джип. А, здесь еще опс. То есть он совсем не рискует. Халява. Может даже забираться без проблем. Тому и на апсад денег жалко. Да, тут. Да. Если что, спокойно уйдет. Чик, чик. Чик, чик. Очень много пробок терпит. Правда, там минералы уже закончились. Но здесь все равно слишком много сталкеров. И МС выигрывает. 2-1. 2-1. Разок зачизил джип. Вот. Кстати, капелек у него в ушах нет. Там вполне резонно заметили товарищи, что он наушники сверху, потому что все равно у него капельки в ушах. Но у него действительно просто наушники поверх капюшона. Капюшона. Наверное, через капюшон он лучше сделает что-то. Звук тищи. Через тряпочку. Роттердам. Роттердам. Баберди говорит, что он придумал новое ругательство. Я тебя на лыжах катал. Это, видимо, взлет танцу МС. Но это некрасиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Где деньги, ребята? Ай-яй-яй-яй. Ну что, 2-2 будет? Нет. 3-1. Ай-яй-яй-яй. С чего ты взял? Ну, потому что сейчас дожмет МС. Зачизит в конце и все. Ну, знаешь, ты был фрак. Я думаю, ты сделал правильный выбор. Я имею в виду, второй секретарь был очень хорошим, когда он был близко к рампу. Потому что тогда ты можешь трапить сон, и другие строкеры не могут больше уйти. Так, нет вопросов о том, что мы... Так, у нас есть рейтгейм. Протес против Протес. Ха-ха-ха-ха. На СТ играет, на Шаттерде. В финале ждет саунд. Посмотрим, будет ли кто-нибудь. Нет, пробка не сорвалась ни у того, ни у другого. По крайней мере, двух гейтов не будет. МС, конечно, заинтересован в том, чтобы, наверное, отыграть спокойно, свободно. Потому что в прошлый раз он проверил все чизы. И вроде как в результате достаточно продолжительной игры я вышел победителем. Вот. Поэтому, скорее всего, он также будет чекать чизы. Особенно на ближнем к себе золоте. Там довольно часто любят строить гейты. Да. И можно еще сыграть 50-50 и где-нибудь залепить в камышах на какой-нибудь из сторон. Это шатающая рулеточка. Кинуть монетку. Да. Ну, немножко палевно будет, когда ты перед игрой кидаешь монетку. Хотя это так противников бесить будет. Представляешь? Ты садишься, там, чувак кидает монетку, и ты реально не знаешь, что он решит. Потому что человек, кидающий монетку, он псих. Ну, просто по определению. Потому что ему пофиг, во что играть. И он определяет твою судьбу. Он три раза кидает монетку. Так, чизить-не чизить. Ага. Где чизить? Слева-справа. Ага. Или еще там что-нибудь. Ага. Все, хорошо, понятно. Все, у тебя паника. Слева-справа ахатаи. Держитесь, держитесь, друзья. Осталось совсем недолго. После этого PvP мы будем смотреть финал. ПВП Финал у нас в любом случае будет ТВП, да Не расстраивайся, ТВП это довольно мисс, но выходит тоже Беда, беда А матч за третье место? Вы знаете, скорее всего матч за третье место мы смотреть не будем Я, если честно, надеялся, что мы не все четвертьфиналы посмотрим Ну, как бы, интереснее определенные, но они все прям отыграли друг за дружкой И вместо четырех матчей сегодня мы посмотрим семь Семь? Семь А, кстати, финал бест оф Семь Я пойму, если ты уйдешь Честно Да ладно, я обожаю ТВП Хотя есть последнее время на турнирах, ой, ТВП Столько ТВП, что уже, ну, просто корейцы они такие Они сейчас в основном терраны и подмешиваются еще протосы А Зерги, они редкие гости, в принципе, на турнирах Так не доходите Ой, ну простите Кто же виноват-то? Вроде одно время тот же Нести жарил, а теперь что-то не жарит Странное чувство, что будут дарки, но, естественно, странные, потому что сумречный совет прячется в правом верхнем углу Обычно, если ты играешь в блинг, особо не паришься по поводу того, где ставить А вот когда играешь в дарков, с учетом того, что опс может прилететь и не заметить Ну, такое бывает, да? Сумречный совет и, соответственно, дарк темпларни То... Ну, все, что можно сказать МС Чизер Его с опсом покарают С опс должен выиграть Да, безусловно С учетом того, что это еще кореец играет Ну, то есть он сейчас сделает опса Потом он сделает блингерню И просто раздавит с опсами Потому что тот по-любому... Главное, опса не спалить раньше времени А то тот отменит даркшайн, сделает блинг Да, это не нужно Но хотя откуда он знает? Ну, если опса спалит сейчас Вот, летит обез Обсез Как... Как... Перефразировать-то его Обсервез Ну, короче Да, я понял тебя Смотри-ка, пошел этот, пошел дарк уже Кстати, если не успеет закрыть рам То дарк уже может нарежать Аааа, не успел И там иммортал у него Лол, сейчас МС еще сбреет Обс такой Домой, что же я делаю? Что же я делаю? И все на одном пилоне, по-майкеровски, да есть же! Давай! Да он просто может убить сейчас за счет двух дарков, за счет ДПСа. На самом деле, иммортал-то не очень дарком резать. Какая разница? Десяточки. Он просто ворвался и убил за счет ДПСа. Извините. Хотя нет. Да, нет. Вархона сливайся, совет. Совет до любовь тебе. Рекомендую, рекомендую Вархона. Да, дарки-то, оказывается, неплохие бойцы. Да ладно. 45 дмэга? Слушай, а как он таким сухим из воды-то вышел? И один, и второй причем. Один с обсом долго отбивался от дарков, а второй, практически убив дарками, не убил дарками. Кстати, самое интересное, что его подставило именно то, что поздний обс был, и ранний очень обс был. Если бы был позже обс, то он бы не успел так далеко улететь. Да, и теперь все поровну, но плюс еще у эмси дарки есть, что является своеобразным плюсом. Да, архончики будущие, они довольно много, даже в единичном количестве, хороших вещей делают. Убивают делов, топчат филды, сливают газ. А, ну и еще танкует имморталов неплохо. Ну так. Не, у имморталов нет бонуса по архонам, слава богу. Правда, и архон тоже как бы не ахти бьет по имморталу первое время. Да и вообще не бьет без бонуса по нему. Но самое главное, что именно танкование иммортала. Попотерим твой имси побольше. Все еще пилон есть. Кстати, здесь дарки-то еще могут зарешать в том плане, что прокси пилон и... Да, хотя там патруль вон. Да, но он не застрахован же от того, что... Ой, мне срочно нужно отбиться, возьму-ка последних своих пацанов с мейна. Нет, он сейчас найдет пилон, я думаю. Должен же он понять, что откуда ты дарки не через всю карту пришли. Ну армия-то через всю карту пришла. Почему бы даркам не через всю карту прийти? Что-то они тогда какие-то очень ранние получаются. Шивка. Да, согласен. Ой-ой-ой, ай-ой-ой. Минус опс, минус сталкер, неприятно. Надо варпать срочно дарков. На пилоне хотя бы одного дарка, когда ты видишь, что у человека опс. А, и здесь опс есть на мейне. Громотно. Он подстраховался. Может, он даже поэтому и пилон не убивает. Типа, ну подвар пару дарков, ну подвар. Ну у джипа чего-то мало рабов. А исходя из чего МС делает нычку? Ну так. С того, что, господи, я проигрываю, надо что-то делать. То есть, а как он в лоб убьет человека вот сейчас? Никак. Ага. Интересная логика. Вот он хотел иммортала сделать, и за счет него, типа, отсидеться. Но нет, не все так. Ох ты, ё-моё. Какой блинк. Дерзкий. Причем зилты были сзади еще. Такой момент неприятный. Что там джип выигрывает, что ли? Подгандал. Да ладно. Блин, Миш, ну я не ошибаюсь. Пора привыкнуть к этому. Сказал джип выиграет, значит джип выиграет. Кажется, МС выигрывает здесь. Я сказал джип выиграет, значит джип выиграет. Тут же красные сталкеры, джип не отобьется. А, сталкеры подходят. Я понял тебя. Такой ты вообще. Ну отбивается, смотри, отбивается. Я из вредности сейчас буду болеть за МС, МС тащи. А, он же станцует еще тогда, если выиграет. Давай, давай. Блин, ну тут даже сложно что-то сказать. Чтобы МС станцевал, пусть выиграет, ладно. Разрешаю ему. Я тут все как вровень, прям не знаю даже. Под соплям просто. Все четко, я считаю, что МС чемпион. И он выиграет. Джипа чуть больше минералов еще на мейне должно было остаться. Потому что он там чуть-чуть покатался, когда дарки были. А он все еще не покарал прокси-пилон. Ну так, к слову. Подожди, а у джипа есть блинк или нет? Ты что? Наркоман, что ли? Это тебя там спросили, да? В чате? Что? Было такое. Ну есть ли у него блинк? Ой, в смысле не у джипа, а у МС? Конечно, есть. Ой, Мортал, смотри. Да, вижу. Отдался. Хорошо, если у него есть блинк, почему он не юзает его? Может, у него нет блинка просто? А, есть. Хоп, хоп, хорошо. Ой, абса сбил, хорошо. Слушай, а сейчас даркам бы подварпать в такой ситуации, как думаешь? Хорошо же пойдет. Нету ресурсов. МС заходит, но здесь позиция не очень. Блин, как он на Мортал ты так отдал, лол? Но все равно отходит. Ой, ой, ой. Своего сталкера, что ли, подстрелял джип? Подварп. Похоже, похоже. Что-то он любит своих. У них одинаковый лимит, они друг друга пособятся. Забавно. Прям все на таких волосках висит. Ох. Что происходит? Что творят? И все же... И все же... И все же дарка на мейн. Да уже рабов-то не надо убивать особо. В общем, да. Тут уже на истощение идет. Ух. Джип жжется. Напалму. Да, и выигрывает все-таки. Ой, такой блинк. Особенно приятно, когда все сталкеры делают залп в другого сталкера, и он блинкуется до того, как залп проходит. Это такой чит. Слушай, а можно отбиться здесь еще? Блин. И убивает. И убивает. Смотри, еще сталкера. Эмси тащи... А, тут под варп. Вали. Наверх, 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 наверх. Оп. Ой, какой блинк ты видел? Он ушел еще живым. Комментаторы европейские. Там, Роттердам, еще кто-то. Только и делаю, что говорят сейчас. Вау, вау. У Джипа что-то много ресурсов скопилось. Так, ресурсы закончились. У него три гейта, по-моему, у Джипа. Так что ему сейчас на Нексус еще хватит. Он все это время с трех гейтов играл, а Эмси вроде с четырех. И пошли пробки собирать. Ну, вот это вот очень критичное. Там сколько? Четыреста, пятьсот минералов там осталось в этих минеральных полях. Да. Хотя, с другой стороны, если сейчас сделает Нексус, Джипа, вместо того, чтобы наштамповать юнитов, а, у него Иммортал, тогда не важно. Да, я же говорил, зарешает именно то, что осталось у него в кучках минеральных больше. О, боже. Ох, какой подварп еще. Три сталкера. Великая армия сейчас. Просто великая. Инкам-400. Перевод рабов. Грамотный, кстати, переводит рабочий. Оставляет три-четыре штуки. Сейчас должны вообще с Энтри в бой пойти? Да, потому что Гаспар продолжит добывать. Ага. А, ну и ОПС вообще должен... Подожди, а как насчет великолепной стратегии серии «Я убью ОПСа и на халяву выиграю»? То есть, ОПС-101? Не только ОПСа убить, но еще и Робу потом успеет. Ну да, 25 минералов там, как правило, всегда есть на руках. Да, плюс еще Сентрика можно варпануть там. Сделать кокон. Ну вообще тут джипа побольше. Да? Плюс 6 по лимиту и главное есть Иммортал. 12 сталкеров на 5, плюс Иммортал и Зилов. Вол. Плохо. Ну я бы не сказал, что хорошо. Но единственное, что ОПСа можно хрятнуть. Ге-ге. Я сходил и выспался, пишет Хапа, а тут еще стрим. Ну ты, я думаю, еще успеешь снова захотеть спать. И тут еще будет стрим. 2-2. А, счет. Кто выиграет в следующем матче? А я думаю, джип выиграет. Ставлю на Эмси. Что ставишь? Ну, хм. Любопытно. Так я не хочу с тобой спорить, потому что ты мои 10 баксов еще не вернул. Но ты мои. И что теперь? Я же тебе не жужжу про это каждый день. Гуд гейм ставь. Да, гуд гейм. Мне и даром не нужен. О-о-о-о-о. С ним столько проблем. Никакой личной жизни. Модерку ставь. Песню ставь. А что ты можешь предложить за свою победу? Ну, если проиграешь. Ну, из того, что можешь, в общем-то, вернуть, а не то, что сказать, а потом бла-бла-бла. Премиум аккаунт могу тебе пообещать. Как будет. На халяву. Насколько я помню, ты говорил, что у стримеров он и так будет на халяву. Не было такого. Тогда я могу, например, стрим поставить. На выбор. На твой выбор, когда. Последняя решающая игра. 2-2. Металлополис ближний по воздуху. Никто не чизит. Так точно. Ну что, последние секунды. Пока еще ничего не ясно. Ну, давай, давай, накидывай варианты. Я не знаю, что с тебя взять, кроме анализов. Я тебе говорю, давай, я 8-часовой стрим сделаю. 8-часовой стрим? Да. Хм, я как-то пропустил этот момент. Ну... Что ты за это можешь поставить? Могу сам 8-часовой стрим сделать. Поставить свой 8-часовой стрим против твоего 8-часового стрима. Я думаю, это справедливо, учитывая твою популярность на Гудгейме. Ну, сверхпопулярность. Мне кажется, это нечестно. Почему нечестно? Потому что ты стримишь у себя на Гудгейме, а я стримлю у тебя на Гудгейме. Значит, вот так вот, да? Ты считаешь себя чужим у нас на сайте. Что мы сделали не так? Почему ты так думаешь? У меня даже нет права забанить кого-нибудь в чате. Есть. Нет. Как нету? Смотри, я захожу в Хоум Стори 4. Если кто-нибудь тут говорит плохое слово, вот этот чувак. До третьего экспанда. Я не могу его за это забанить. Не может быть. Еще один матерится ником другого. Жутко, так. Так, а тут, кстати, все ровненько пока. Мне кажется, у тебя есть право. Попробуй обновить страницу. Нет, по-прежнему нет. Обманывает. Нет. Ну зачем ты обманываешь? Я тебе отвечаю на пацана. На пацана? На пацана отвечаю. Нет, по-прежнему не могу. Вот так вот. Так что давайте. Он врет нагло, потому что я ему права выдал. Давай нас, потому что я сейчас с часами принц-крин сделаю. Может быть, ты не залогинен на сайте просто? Залогинен. Я же в этом чате могу банить, который где основа. А в том нет. Так что давай, стяга, я не знаю, что. Давай восьмичасовой стрим лично мне. Фу, зачем? Это потеря времени. Вот так вот. То есть ты считаешь, что сделать мне приятно, это потеря времени. Ясно. Фу, противный. А тут 4-гейт-пуш от MC. Весьма странный поворот, он же никогда себе не позволял подобных вещей в решающих играх финала. Да, тут Сентрик под бустом, похоже, кто-то понял, к чему всё идёт. Ох ты. Не знаю, как он догадался. Но это шанс для джипа, на которого я поставил, между прочим. Ой, а почему он тогда не первого иммортала делает, раз такой умный у тебя? Он думает, что с Сентрёей и так уже и с Варпом отобьётся. Ну это же ошибка, с одной Сентрёей ты не отбиваешься 4 ВГП. У него уже Варп есть. А-а-а. Главное, чтобы он не Варпанул что-нибудь. Опа. Нет, не Варпы, нет. Не Варпа. Заблокируй. Ух ты, хорошо сейчас стоит Зилот. Убей Зилота. Если он не убьёт Зилота, он же проиграет, Алёша. Да, но у него сейчас не остаётся маны на форсфилд. А, нет, одна есть. Он просто... Отбился. Он мега спокойный просто. Угу. Теперь даже можно было дать подварп чуть-чуть. Я, пожалуй, с тобой спорить не буду уже. Вот так вот. Да, и ладно. Да, теперь неприкольная ситуация. Надо выходить, сразу дочку ставить, джип. Чё, он ещё-то Варпит кучу народу. И так с двумя и Мортал, и Мизи бы отбился от всего. Колоссов идёт. Вот какой у него план. Ну фиг знает. Опять он создаёт больше рандома, чем нужно. Хотя это корейцы, они любят. Такие темы. А там сумречный совет. Либо будет бейстрейд, либо... Ну, МС умрёт. Выбор-то невелик у него. Но бейстрейд уже даёт достаточно неплохие шансы для сталкеров с Блинком. А вот если бы он вышел в экспант, то тут уже всё. Блин, контрит колоссов, пишет Блэк Гай. Очень интересное заявление. Да уж. Призма? А вот это может, кстати, зарешать. Потому что и там Призма, кстати. А, нет, там не Призма. Там уже колосс. Просто можно со сталкерами с Блинком и с Призмой, 4 зелка в рабочих, сталкеры... Ну, можно хорошо продразводить человека, который в роботик сыграет. То есть у него мобильность маленькая. Он старается держаться кучно. Но вообще не очень хорошо, потому что он... Хотя нет, он куда-то выдвигается как раз в его время. Я думал, он будет сидеть ещё долго на себя. Оп, залетает на мейн. На мейне никого. Призма в правом верхнем углу. Увидел колоссов сейчас, МС. И летит Призмой. Но где же движуха от сталкеров с Блинком? Нужно обязательно создать что-нибудь такое, чтобы... Нет, он забивает и просто летит, дропается. А тот как раз доварпливает вниз. Ему очень долго. Чтобы отбиться, придётся идти. Он пойдёт олынить. Да ладно. Минус колосса, если сделает сейчас МС. Но у него всё равно сентрение для того, чтобы держать форсфилдами внизу. Надо валить отсюда и бейстрейд идти. Отстреливает рабочих. А сам-то спасёт, может... Призмой спасает рабов, лол, да так грамотно! И у него почти готово... Если бы он дособирал 20 минералов, у него бы Нексус был. А чё он, правда, не дособирал-то, лол? Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя Нексус-то ему как раз не особо нужен. Ну как, Нексус запилить где-нибудь в левом нижнем углу карты, и всё, это чемпион. Там он хрен найдёт его. Надо Нексус пилить на максимальном удалении от последнего строения врага. Идеальный вариант. Блин, джип такой... Джип. Ну вот бейстрейд, о котором мы говорили. Игра сводится сейчас... Вот монетка реально. Библинка, призма. Это не монетка даже, это хуже. Почему? Он же рабочих засейвил. Газы может ставить. У МС больше народу, у МС есть призма, у МС есть блинк. Ну. Хотя можно в ничью, конечно. Вот. Тут всё равно слишком близко к 50%. Потому что... И сталкеры могут с блинком в несколько залпов вырубить строящееся здание. Сейчас у них у всех откроются здания. Это раз. Это первое. Очень важное. Они оценят обстановку. МС поймёт, что... Он в лоб не убьёт. Почешет репу, скажет, а чё же я не дособирал 400 минералов? Какой лопук сейчас бы сидел спокойно и ждал, когда он придёт? И при этом, кстати, он мог бы вообще так разыграть классно. Представляешь? У него есть 400 минералов и группа сталкеров. И открытый противник. Всё это. ГГ. Он ставит Нексус в левом нижнем углу. Ну, там, на 8 часах. А сталкерами просто находится рядом с противником. Как только какой-то намёк на то, что он выходит, приходишь и возбреваешь. А если он не выходит? Ничья спрашивает. Он сказал, wait, погоди, будь здоровы. Вот, блин, джип, я говорю, пошёл в колосов, и из-за этого... Опа, смотри-ка, смотри-ка, смотри... Ой, Апсом спалил призму! Спалил призму! Классно! Можно попытаться, конечно, сколько-то оставить, чего-нибудь. А у кого Апс есть? Вот вопрос. У каждого по Апсу или как? Так, тогда нужно за Апса посвыражаться сначала. У него ещё на одну газилку есть, но только на газилку. Смотри, сталкеры обходят, обходят сталкеры. Там призма, там... А-а-а-а, такая игра сумасшедшая. А у МС все здания там, что ли, на... Не, у него, кажется, есть один рабочий. Вот, видишь, по всей карте рабочий у всех. И один, и второй могут построить... Да, газ. То есть, у них есть ауты. То есть, в тупую... В тупую в атаку, очень сложную. Ну, маловероятно, что получится. И с другой стороны, сталкеры за счёт мобильности могут просто поубивать тех пробок, которые стоят на газах. Ой-ой-ой, сейчас опасный момент. Смотри, смотри, сейчас пробка, если спалит, что идут. Если пробка спалит, что идут. Вот за Золнагу. Он, кажется, спалил уже каким-то образом. А тут возвращается. А-а-а, нет. Призма. Лол. Он дропает что-то, сталкеры идут с блинком. Не все заходят. Колосса можно убить. Блин, он газ успеет поставить. Да успеет, конечно, просто не в этом дело. Он всё равно отсюда уйдёт более-менее спокойно, понимаешь? Да, и Колосса уносит. Ой-ой-ой, не сюда блинкуешься, не сюда блинкуешься. А-а-а! Да, потратит он ещё 4 секунды до блинка. Вали. А он, наоборот, может сталкеров убить. Грамотно. Вообще так, такие психи. Теперь валить, теперь точно валить. Валить, валить, валить. Оп, по кулдауну ушёл. Фух. Один газ остался. MC уже выиграл, считай. Потому что он сможет через атаку убить этот газ. Не, не сможет. 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 С пробками сможет. 1500 хп. Или сколько там? Дофига хп, короче. Нет, 450-450 у него, 900. Ой-ой-ой. Надо отрегенить поля. Надо взять пробок. Пробок обязательно, чтобы имморталы тупили, атаковали их. И с нескольких сторон желательно, чтобы не было, ну, такого, что толпимся. Через блинк идти, шаг-выстрел, шаг-выстрел на газ. Но в любом случае понятно, что MC является агрессором. Смотри, он запрыгал наверх, сейчас будет обходить. И с разных сторон. Ой, классно, сейчас он запрыгнет. А там не видит, что... Нет, видит. Блин, вот если не хватит, будет лоу. Последний газ. Потому что там и филды есть. Да, можно покидать нормально. Я думаю, что имморталов просто надо вплотную к газу ставить. Забить просто. И... Ну тогда тебя могут отстрелить просто. Опа. Вообще, можно попробовать сейчас поотстреливать. Мобильность, да, сталкеров мало. Да, а, ноу-блинк там же вообще. Ой, так это ж халява. Ну вот я и говорю, что... Так он же выиграл в любом случае, получается. Если только сейчас не наломится MC. Ему нужно действительно просто вот так вот отстреливать потихонечку. Правда, вот с имморталами такая штука может не прокатить. Да, он там два иммортала, а как раз такая легкая... Ой, сталкеры, сталкеры, они проходят не там. Неа, он сконтролил эту тему. Ну, а, жесть. Мне кажется, ему надо в чистое поле выходить вниз. За кому? MC? MC, да. И снизу, да? И снизу, да? И снизу отстреливать. Ну, там сложно, опять же, из-за того, что... Смотри на красных сталкеров. По ним нужно три выстрела, и он умирает. Ой, ты чего это за пошел наверх? Два выстрела по красным нужно. Почему? Два имморт. А, ну да, да, да. Залпа, то есть там не поконтролишь. Сумасшедшая игра. Не, ну надо его как-то расшатать, раскачать, завести наверх, как-то так, рабочими с одной стороны, этими с другой. Да, 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 что-то в этом роде, чтобы он где-то совершил ошибку, где-то открылся, и там один блинг, и все. Ой, смотри, пробки, пробки в обход. МС может тоже просто пару сталкеров потерять, тогда тот разделит на две части. Ой, вот сейчас опасный момент. Пробки в бой. Я считаю, пробки в бой. А, нет, там у него Зилот просто бьет, он пошел Зилот и карать. Пошел, потому что там Зилот ходил. Я думаю, сейчас Зилот бьет газ, и это его бесит. Да, вон, 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 вон он. Блин. Нам не показали это, но там Зилот умер, видишь, он снял поля у этого газа. И прикинь, это решающий, играл за тысячу долларов. Там разница в, наверное, три или четыре тысячи по сравнению с вторым и третьим. Да уж. Не говоря уже о разнице с первым и четвертым, которая вполне может и тут другое занять. Ой-ой-ой-ой. Ну, МС-то потихонечку уменьшает тут. Там только пробками уменьшает он. Ну, за счет АПСа, да. Оп. Да-да-да. Вот это было опасно. Чуть сталкера не потерял. Опа. Ух. Ну, развел на Гладеншилд. Ух. Часть. Конечно, еще усугубляет положение то, что щиты регенерации у зданий. Чё делать? Чё делать? 12 сталкеров. Ничья при... Не-не-не. Опа, аккуратно. Эй. Там, видимо, печатал. МС. Вообще, классный развод. Ничья. Это джа. Это джа, да? Вау. Да ну... Да ну, должен был быть на лом. Но тоже опасно. Не добьешь так и... Тем более, блин, с учетом того, как все плохо у МС было после пуша, я думаю, он доволен ничьей. Не в давшиеся 4 ВГП. Да, полностью провален, но он еще кучу там натерял. Снова нам напоминает про спор. Нам да, это хорошо. Актуально, да? Снова актуально. Ну что? Давай, я могу поставить... Знаешь, iPhone 4? Телефон такой хороший. Я слышал где-то, но кажется, это не очень хорошая марка. Вообще супер. Рекомендую. Ладно, я тебе дам его поддержать. А ты что ставишь? Я не знаю, что из ценного могу дать тебе поддержать. Мышку, может быть? Может, ты зарядишься? И дохлых и живых. iPhone мне не слышал. Отлично. Хомяка могу дать поддержать, да. Мы никому ему не даем, так что это большая честь. Как в Generation P был хомячок, орденоносец. Крутой хомяк. Да ладно, я даже готов, наверное. Хотя нет, где-то не готов. Барабанщик, блин. Нет. 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 Пошка может быть мышцем удовольствием, не плачь, не знаю, может он возвращается. Пошка может быть мышцем удовольствием. Пошка может быть мышцем удовольствием. Пошка может быть мышцем удовольствием. Да... Провокаторы, а? Месяц обращается ко мне, о, мой господин. А хочешь, мы тебя в RockSkiss возьмём? Не, я не хочу. Врёшь. Нет, не хочу. Точно врёшь. Точно не хочу. Банить, срочно. Нет. Да. Ну, он прав. Нет, он... Мочи его, мочи! Давай! Давай! Эм, ну не в этом случае, он точно не прав. Да... Ол... 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 Вообще, любопытный вопрос от человека. Нет, вопрос-то довольно серьёзный. Извини за, возможно, странный вопрос, но ты верующий. Но ирония вопроса заключается в том, что никнейм у него подонок. Нет, я не верующий. Нет, я не верующий. А почему, почему? Ну, пока, видимо, мне это не нужно, раз я не верующий. То есть, вот ты так, да, значит, думаешь, когда нужно, тогда вот... А если не нужно, тебе не кажется, что подход к вере, он не должен быть меркантильным, не должен быть эгоистичным? Почему? Потому что это противоречит общим принципам веры. Но если я не верующий, какая мне разница, чему это противоречит? А если стану верующим, соответственно, раскаюсь и всё такое. Я не за и не против. Ну что, шестая игра, это невозможно, но, оказывается, в PvP возможно всё. И выясняют, кто же круче, у кого же крепче. Ну, мне кажется, Incontrol бы загасил этих двоих. Угу. Хотя, если они шустры, он бы быстро устал. Но всё равно вскорно. Почему я никогда ничего не комментирую с револьвером? Блин, я со столькими никогда не комментирую. Вы не представляете даже. Можно весь стрим, наверное, перечислять, с кем я не комментирую. Нет, всё-таки почему, лентяй спрашивает тебя. Ответь, почему. Ммм, потому же, почему я с Путиным не комментирую ничего. Интересный параллель ты провёл. Да. Потому что он президент. И к Реву это тоже относится. Пусть он президент у троллей, но всё-таки это высшая должность. Не пристала к какому-то. GG! GGMC. GGL. Ну что ж, начинается у нас игра снова на Металлополисе, но респы на этот раз несколько другие. Ну что? Не будем замазываться, значит. Как хочешь. Не хочет он шесть дней подряд восьмичасовые стримы от меня видеть. Всё, я вернулся. Почти. Окей. Неужели тебе жалко какую-нибудь фигню за то, чтобы я целый месяц 8 часов каждый день стримил? Троллишь? Нет, я думаю, всё хорошо. Да, я понимаю. Да. РД, большой привет. Во-первых, он слушает стрим. Говорит, всё решается просто. Кто проигрывает, принимает ислам. И вопрос веры решён. Нормально. Пацанский. Ну, фиг знает. Мне кажется, если я прямой ислам, тебя со мной будет сложнее комментировать. Почему? Ну, мне кажется, я буду часто наставлять тебя на путь. Ясно. Ладно. И вообще, Аллах Акбар, нас теме не самое лучшее. Что можно услышать? Если в ЗВЗ в бейлингов играешь, почему нет? Окей. Ладно, смотрим, тут дефалтные билды и там и тут. Ой, 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 ой. Что где? Ну, перезвони тогда, у меня всё ок. Давай, перезвоню. А, и тема с обменом женами тоже будет иметь место определённое. Если с исламом. То есть мы трёх зайцев мочим сразу же. Да. Я не знаю, что там насчёт домашних животных, правда. Смотри, какую тему MC замутил. Не даёт газ поставить. Классная тема. Правда, судя по всему, не очень-то и хотелось ему. Судя по тому, что он пробку не ринулся сразу убивать. Потому что это довольно просто, на самом деле. Нет, странно. Он мог тупо за пробкой послать свою пробку, и всё. Чего такое? В чате там тоже. Кто-то предлагает стрим с принятием ислама, запилить лайф. Кто-то говорит, что Беллинги — это радикальные исламские террористы. Не лучшая тема для шуток, на самом деле. На самом деле, на самом деле, да. Но ты понимаешь, что уже начало четвёртого, и особо фильтр-то не работает. Это да. То есть, мне можно материться? Да. Можешь прямо сейчас сказать что-нибудь матом. Я не могу. Я знал, я знал. На это и расчёт. Смотри, какой клёвый пилон. Сейчас столько людей затаили дыхание прямо на стриме. Скажи, как Аберсловак, Абергогол. Да блин, нет. Потом меня будут попрекать веками. Знаю я вас. Те ещё сволочи. Возвращаюсь к игре. У нас тут сталкер и роботик, сталкер и роботик скажется через... Нет, пока без сумречного совета. Ну, они решили совсем пассивненько сыграть, видимо. А тебе там подачка от Насти не прилетела бы, если бы ты выругался на трансляции? Нет. Нет. Я часто в жизни ругаюсь. А у меня Женя вечерами бывает так начнёт ругаться, что просто хоть стой, хоть падай. Ну ладно. Ну вообще Женя у тебя отвязная. Да, я знаю. Никакого ответственности у неё. Стержи нет в нить у него. Не знаю, что делать. Думаю, повзрослеет когда-нибудь. Сумречный совет у нас тут. Да уж, да уж. Пытаются словить опсов. Потихонечку выходит в блинг. Ой, сейчас кто-то опса потерял бы. Да. Если бы потерял. Блин, как у них всё. Близко всё время. Конечно, конечно. Особенно Immortal, всё-таки он стрейфуется иногда, когда... Блинг, это нету ещё. Да, да, у обоих делается. А можно было поднаказать чётко. Угу. Четыре гейта. MC будет пушить жёстко. В принципе, против этого хорошо подстраивать Immortal'ов и выходить в Expand. Потому что у тебя по мобильности будет, конечно, беда, но зато за счёт Immortal'ов ты сможешь компенсировать разницу, которую ты потратишь на Expand. А там MC, по-моему, сам собирается Nexus лепить. Да, что-то есть у него. Там красная точка какая-то внизу. Нет, там была вражеская пробка. Слушай, а так можно на немобильности человека с Robotics довольно... Опа! Минус Ops. Хорошо. Сейчас тем более. Не будет спешить выходить со своей базы Jeep. Там вроде Zillat сейчас разведал. Уже разведал, да. Force Field. Причём Zillat на муве и не увидел он это сразу, поэтому мог он даже, ну, по крайней мере, развести на отступление с Enter. Да. Мог и убить, возможно. Говорит, что Zillat не видел, что происходит на MainBase, а что-то может происходить, если он уже увидел Stalker'ов с Ops'ом и... Вроде всё понятно. Мне кажется, MC сейчас очень зря вернулся. А, вернулся? Да. Да, вот Jeep как раз правильно выходит, потому что как раз давления нет, нет возможности развести, и есть уникальная возможность у Jeep убить в лоб. Да. У него и больше лимита, и технологии лучше. Immortal. Там тоже Immortal есть. Там три Immortal, кажется, с этой стороны, или два. Нет, один на одного. А-а-а. Ой, смотри-ка, Jeep тоже... А, он хочет вывести, смотри, он хочет запереть... Ой, сейчас запрет Forcefield Dome по красоте! Такой развод! Здорово, да? Да. Правда, что он натерял много ещё. Правда, с другой стороны, да. Тут он Stalker'ов просто не убьёт, MC-шных. Да, задумка была гениальная, просто гениальная. Исполнение, конечно, подвело. Да... Ну что, когда стрим-то? Есть, MC, давай, танцуй! Танцуй! Кто-нибудь, покажите его крупным планом. Давай, головой об клавиатуру. Ну... Ну где, где? Покажи нам эмоции, покажи мне страсть. Покажи мне эмоции. Кажется, у него даже не осталось сил, чтобы троллить. Да. Не, он, наверное, не хочет рисковать слишком сильно, слишком близко к сопернику. Угу. Угу. Видимо, не будет. Ну что ж, ладно. И сейчас будет финал. 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 Финал.